Дорогие друзья, с удовольствием сообщаю вам о том, что по многочисленным просьбам мы набираем новую группу дебют. Эта группа дебют предназначена для тех, кто только купил вязальную машину или, возможно, достал из чердака забытую бабушкину, мамину машину. Именно так машина сама не вяжет. И мы расскажем вам, научим вас, как вам начать вязать красивые, стильные вещи. Мы научим вас вязать, даже если до сегодняшнего дня вы никакого представления о вязании не имеете. Меня многие спрашивают, что же будет на первом курсе дебют. Итак, на первом занятии группы дебют поговорим о машине, об уходе за машиной, о том, какую пряжу нужно подготовить для машинного вязания, как правильно подготовить пряжу и как отпаривать трикотажные изделия. Мы с вами рассмотрим, как правильно снимать мерки для трикотажных изделий. Чем отличаются швейные мерки от трикотажных мер? Мы научимся нескольким способам набора петель. Мы научимся нескольким видам убавок петель, прибавок петель. Мы рассмотрим несколько способов закрытия петель. На втором занятии мы полностью рассмотрим работу с вязальными программами НИДСТАЙЛЕР и ДИЗАЙН-НИД, с которыми мы и будем впоследствии работать. С программой НИДСТАЙЛЕР будут работать все те, у кого нет электронных машин БРАЗЕР. Владельцы электронных машин БРАЗЕР будут работать с программой ДИЗАЙН-НИД. Все остальные будут строить выкройки и работать с программой НИДСТАЙЛЕР. Это будет подробное занятие, которое даст вам абсолютно полное представление о том, как устроены обе эти программы, как в ней построить выкройку. И к концу этого первого занятия по программе НИДСТАЙЛЕР и ДИЗАЙН-НИД вы научитесь строить базовые выкройки, которых вам будет достаточно даже на длительное время, которые потому и называются базовыми, что на их основе строятся все остальные выкройки. В течение третьего и четвертого занятия мы с вами свяжем наше первое, серьезное, взрослое изделие. И да, вы не ослышались, это будет полное, взрослое, серьезное изделие. Это будет джемпер или это будет платье. Выбирать с нами. Хочу заметить, что ни в одной из моих групп не повторяются изделия для каждой группы, для каждого нового курса я предлагаю новые и новые изделия, новые и новые модели. И для вашей группы – новые группы. Это будет тоже новое изделие, которое вы с гордостью будете носить. И нет, это не миф. Если вы совсем новичок в вязании, вы можете связать ваше первое изделие. И мои ученики именно это и делают. Если вы приходите учиться в расчете на вязание образцов, квадратов, узоров, этого не будет. Я не знаю ни одного человека, который бы научился вязать, учась на бесконечных образцах. Как правило, все это заканчивается большой корзиной, в которую сброшены ворох образцов и переведенные пряжи. И в лучшем случае эта корзина остается стоять на долгие годы. Если вы до сегодняшнего дня видели мой канал или, может быть, видели мои работы, вы знаете, что практически весь мой гардероб полностью вязаные. Моя домашняя одежда вязаная, моя верхняя одежда вязаная, даже зимняя куртка у меня вязаная. И я горжусь тем, что мои вещи безупречны и снаружи, и изнутри. Любое из моих изделий можно носить с обеих сторон, и с лицевой, и с изнаночной стороны. И именно этому я учу своих учеников. Я горжусь своими учениками, я горжусь их работами. И мои ученики, даже после первого месяца обучения, уже делают хорошие успехи. Я с удовольствием покажу вам работу и Ирины Дерек, и Ульяны Костянкины, которая за два вечера связала свой первый светодиод. Причем связала совершенно самостоятельно, просто используя мой мастер-класс. Я горжусь работами Зулочки Ахалмы Сулешвили, чей первый показ недавно успешно прошел в Казахстане. Я горжусь работой своего ученика Артура Иванова, потому что его работы также достойны самых лучших подиумов. Я горжусь работами, трепетными работами, трепетной Иваны Анжана. Я горжусь работой Светланы Рассы, Лепцовой, которая действительно потрясающе делает вещи. Марина Бузина, Ирина Петросян, Этель Уфлин, конечно же, Елена Агейчика, Виктория Литвиненко, и, конечно же, многие-многие другие. На наших платных занятиях мы не вяжем ни носок, ни шапок, ни варежек. Носки, шапки и варежки мы с вами будем вязать на наших бесплатных мастер-классах, что мы, собственно говоря, и делаем. А вяжем их на занятия. Вот такие вещи. Вы можете видеть платье, это мое платье, которое я ношу. И вот его изнаночная сторона, чтобы вы не сомневались. Ирина Агейчика пришита на иночной стороне. Вот такое платье. Жилет для моего гимназиста. Мой гимназист, если перепутает и опаздывает в свою гимназию на лень с изнаночной стороны, то тоже подумает, что так и должно быть. Это и работа с ажурной кареткой для тех, у кого есть вязальные машины, оснащенные ажурными каретками. Я специально каждую вещь выворачиваю на изнанку, для того, чтобы вы имели представление о том, чему вы научитесь. И вы знаете, дорогие мои, если вам кажется, что научиться вязать так очень долго, то этому вы научитесь уже в первые полгода вашего обучения. А платье, которое я вам показала первое, вы вполне осилите к концу первого месяца обучения. Работа по двухфантомному шикарду и никаких резаных швов, и никаких видимых швов ни на горловине, ни внутри. И этот свитер тоже я могу носить абсолютно с любой стороны. И это будет просто другой свитер. И это тоже работа, которую мы выполняли с нашей группой. Для моего региона это зимняя куртка, очень теплая, двойная. И это вы тоже сможете выполнить к концу первого полугодия обучения. Я вам могу достать любую вещь из моего гардероба, и я уверена, что и из гардероба моих учениц, и вы убедитесь в том, что эти вещи стильные, носибельные, которые вы с гордостью будете носить. В этом нашем новом курсе дебют мы вводим вот такое новшество. Те из вас, кто захотят или желают на сегодня рассматривать бизнес хендмейт или хендмейт как бизнес, у нас будут дополнительные тренинги, которые будут входить в ваше обучение по оплате, на которых мы будем рассматривать инструменты продаж, как продавать изделия, как успешно продавать ваше успешное изделие. Приходите, дорогие мои, если у вас возникают вопросы, пишите по указанным адресам электронной почты, в соцсети, где вы зарегистрированы. Вступайте в наши группы и вяжите вместе с нами. Я уверена, что именно вы, кто приобрели машину сейчас или решили все-таки ее достать с полки, с чердака, откуда угодно, именно вы будете вязать, действительно вязать, создавать прекрасные, стильные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok